Всем привет, у микрофона антикс, сегодня мы познакомимся с игрой Rise to Ruins, это стратегия в реальном времени с фокусом на развитие колонии и последующую её оборону. Чем-то игра напоминает The Abelions, чтобы вы понимали о чём речь, но на самом деле всё наоборот, потому что вот эта стратежка она постарше будет. И чем-то ещё мне напоминает Settlers, старая игра с непрямым управлением, с производственными сапочками. Это значит, когда ты добываешь дерево, получаются брёвна, из брёвен делаешь доски, ну и так далее. В общем-то, если почитать описание игры в Steam, то разработчики вдохновлялись совершенно другими играми, в которые я не играл, о которых я только слышал, так что о них ничём сказать не могу. Но каждый воспринимает новое произведение через призму именно своего опыта, будь то фильм, книга или игра, так что вот я своими аналогиями поделился, вы делитесь своими. И мы сегодня отправимся на глобальную карту и посмотрим вообще, что из себя представляет игра. Во-первых, нам нужно выбрать сложность, я играл на Традишнале и понял, что можно просто заснуть, пока тут всё развивается. Так что мы начнём на Сурвайвале, это посложнее, тут нам обещают частые рестарты, но у нас пилотный эпизод как бы пробный. Окей, мы сегодня поиграем и решим уже дальше, стоит ли её проходить. Окей, добавим немножечко элемента неожиданности, элемента подрыва. В общем, вы поняли, да? Наша задача выбрать на этой карте какой-либо сектор. Каждый сектор это отдельная карта, где мы будем строить свою базу и отбиваться от врагов. Потом можно будет переселяться в соседние сектора. В общем-то, я предлагаю выбрать вот этот сектор зелёненький. Тут у нас и вода, и камень, и дерево. Короче говоря, всё в наличии. И ещё хочу заметить, что игра очень такая, знаете, расслабляющая, релаксирующая. Очень располагает к тому, чтобы ты просто часами в ней залипал и наблюдал, как у тебя работают поселенцы. Как ты расправляешься с наступающими монстрами. Короче говоря, не первый день, я думаю, вы на канале с этими играми знакомы и очень их любите. Особенно перед сном, да? Хорошо, начинаем. Итак, начинаем мы с того, что строим лагерь. Это наше первое стартовое здание. Но строить надо его нигде попало, а там, где у нас будут рядом ресурсы. То есть камень, дерево, кристаллы, вода, пища. В общем, всё вот это. И ещё неплохо было бы иметь под боком заброшенные здания, чтобы их можно было восстановить. Это гораздо лучше, чем строить их заново. И появляются наши первые поселенцы. Первые поселенцы, первые стройматериалы. Видите, тут брёвна, разбросанный камень. 12 у нас рабочих. В сумме поселенцев 14, получается двое безработных. И как устроена игра. Если у нас у рабочих кончатся стройматериалы, то они пойдут их добывать сами. То есть сами пойдут урубить лес вот в этой области. Сами пойдут добывать камни, но они будут добывать их только до тех пор, пока нужны стройматериалы. Позже мы, конечно, построим камни добытчиков, лесодобытчиков, здания. Но пока что сами рабочие этим будут заниматься. Хорошо. Далее мы должны решать проблемы, которые перечислены вот в этой менюшке. Так, тут нам про зону добычи говорят. Окей. У нас нет собираемой еды. Поэтому мы берём и восстанавливаем вот эту вот заброшенную ферму. Так, реклейм. Хорошо. Дальше у нас нет питьевой воды. Воду можно добывать вот из этой лужи, но нужно будет её очищать. Потому что она будет грязной. И это надо будет отдельное здание строить. Короче говоря, долгая история. Пока что мы можем восстановить вот этот вот дождесборник. Не факт, что пойдёт дождь, но на всякий случай нужно его иметь построенным. Мы подстрахуемся. Построим ещё колодец. В колодце вода не быстро восстанавливается, но... Я думаю, что на начальном этапе нам хватит. Окей. У нас ещё нет домов. Нам повезло, потому что один дом мы можем уже восстановить. И ещё парочку построить. Дело в том, что один дом вмещает всего лишь 4 жителя. Поэтому нам нужно в сумме 4 дома иметь. Так что... Очевидно, нужно их построить. Так, раз. Ставлю здания впритык, потому что в их ширину уже заложены промежутки. И можно будет тут вот проходить между ними. Хорошо, у нас кончились билдинг-слоты, так называемые. То есть мы больше зданий не построим. Видите, написано 8 из 8. Чтобы дополнительные билдинг-слоты получить, нам нужно либо улучшить наш лагерь. Тут практически каждое здание подлежит апгрейду. Так, фермеры. Для фермеров нужно тоже выделить зону добычи. Сейчас мы двух фермеров назначим. Видите, тут какая-то дикая пшеница растёт. Вот её будем собирать. И воду для полива посевов фермеры будут собирать вот в этой области. Хорошо, с пищей мы вопрос решили более-менее. Дальше строим здание под названием анкилари. Это нечто вроде начального склада. Мы как раз тем самым увеличим билдинг-слоты, чтобы новое здание строить. И склад поставим, например, вот тут где-нибудь. Чтобы они слишком далеко от дерева. Потому что дерево на старте это такой основной ресурс. Его нужно больше, по моим впечатлениям, чем камни. Но потом можно будет склад отдельный для дерева ставить. Для камня отдельный склад. Короче говоря, всё это потом появится. Но вот тут сторейдж. Вуд сторейдж. Рок сторейдж. Окей, наша задача сейчас дождаться, пока у нас построятся дома. Чтобы базовые потребности наших жителей были удовлетворены. Мы ещё назначим сейчас ватер-мастера, чтобы он занимался распределением воды. Иначе не будет работать дождесборник. В принципе, можно на время дождя его, конечно, строить. Но тут... Да, тут тоже нужен ватер-мастер, чтобы колодец работал. Так что всё правильно. Вот обошёл дождь. Повезло. Видите, вода копится. Понемногу вода копится. По крайней мере, быстрее, чем в колодце. Тут всего лишь 20. Хорошо. Просто сейчас ждём. Ну и у каждого жителя, конечно же, есть свои потребности. Во-первых, шкала ХП. Потребность в ЕГЕ. То есть голод. Жажда. Энергия, то есть усталость. Боди и температура. Это температура тела. Life Constitution. Это нечто вроде... Ну, какая-то конституция, да, влияющая на срок жизни. Вообще, чем мы лучше будем заботиться о наших поселенцах, тем они, конечно же, дольше проживут. Это, в принципе, логично. Можно будет строить клинику. То есть их как-то лечить. Там можно будет делать бинты. Ну и, в общем, всё в таком духе. Социализация тоже очень важна. То есть, видите, они разговаривают друг с другом, пока работают. Чтоб они не скучали. И счастье. Счастье влияет на производительность труда и зависит от удовлетворения потребностей. В общем-то, всё. Ну и давайте по менюшкам по-быстрому. Тут у нас мини-карта. Можно сделать её побольше. Статистика. Она, в принципе, сейчас не особо важна, потому что у нас только-только игра началась. Дальше это фильтры по ресурсам, по стоимости движения. Видите, по дорогам они бегают быстрее гораздо. Блок мэп это просто... В блоках отображается карта. Наш периметр. Коррупшн. Резистанс это... Сопротивляемость. Порча. То есть, коррупшн в этой игре это нечто вроде тёмной магии. То есть, порча, скверна, искажения ещё переводятся. И у каждого здания, в принципе, есть даже защита. То есть, параметры защиты от этой порчи. Рейндж это у нас радиус, где мы можем строить. Дезирабилити это привлекательность. Тауэржейн что-то радиус вышек, но у нас пока что башенок нет. Защитных. Лайтинг-рот это у нас подсветка. То есть, освещение. И топография. Окей, давайте по зданиям. Так, исчезни. Грибаные фильтры. Вот. У здания есть дезирабилити, то есть, привлекательность земли. И... Да, сэгрия, привлекательность земли, именно лэнд, то есть, не здание. И Коррупшн Резистанс. То есть, сопротивляемость порча. Ну и все, в общем-то. Дальше ждем, пока у нас достроится здание. В принципе, на самом деле, интересна тема, откуда еще пошли такие игры, где ты строишь базу, потом защищаешь ее от наступающих врагов по типу того же Зайбиллианс. Наверное, из старинтих РТС, где это было возможно, да, реализовать. Там в процессе прохождения такое было. Ну, в принципе, я давным-давно в бородатые годы сам занимался тем, что в редакторе карты Варкрафта 2 строил базу по центру, по краям карты ставил базу врагов и просто сидел бесконечно защищался, оборонялся. Было весело, прикольно. Такое, знаете, бесцельное времяпрепровождение, но мне нравилось. И, судя по всему, нравилось не мне одному. И стали появляться вот такие вот игры. Окей, ребят, давайте достраивать, и даже можно скорость чуть-чуть увеличить, чтобы быстрее дело шло. Дальше мы будем строить как раз уже добытчиков, лесорубов, камня добытчиков. Что у нас там с проблемами-то? Пять бездомных, шесть у нас вдалеке от деревни, видимо, рубят лес. Ну и один дом без еды. Ну, со временем все будет. Торопиться некуда. Но, на самом деле, есть куда торопиться. У нас на сложности сурвайвл уже в первую ночь нападут монстры. Надо будет обороняться. Как минимум поставить башенку, либо вооружить наших ребят луками. Все для этого мы сейчас будем делать. Так, во-первых, надо найти менюшку харвестинг. Так, ламбаршек это как раз вот хижина лесорубов. Акция игрея кристалла не пометила на сбор. Это пришли кочевники. Кочевники могут присоединиться к нашей деревне, если мы их не будем атаковать. Так, ну-ка, давайте поменьше скорость. Чуть ток. Кристаллы я просто помечу на добычу. Они нам пока не нужны, но скоро понадобятся, и жители уже будут знать, где их собирать. Видите, вот они. Кочевники. Если им у нас понравится, то они останутся. Если нет, то нет. В принципе, место для их жилья у нас имеется, так что я думаю, они останутся. Так, ламбаршек. Я жду, пока достроится анкилари. Вот они дошли до лагеря. Да, они к нам присоединились. Неплохо. У нас появилось два рабочих, два те-вотермастера. Еще одного назначим и еще одного строителя. Чтоб всем было не скучно. Чтоб было с кем поговорить. Социализация и все дела. Отлично. Достроилась у нас анкилари. Нет рабочих. Назначить мы должны два органайзера, чтобы они как раз распределялись, точнее, распределяли ресурсы. То есть, такие носильщики, типа того, насколько я понял. И ламбаршек давайте поставим вот примерно тут. Дальше майнинг фасилити. Это у нас добыча камней. Ну, опять же, как я говорил, мы потом склад с камнями поставим. Отдельный будет норм. Пока что, видите, далековато от склада. Но ничего не поделать. Хорошо. Дальше у нас по плану здание под названием Боуэр. Это уже военное здание. Только где он находится? Мануфактуре. Да, вот оно, Боуэр. Производство луков. И еще боеприпасов для баллистов. Так, как же их поставить-то? Тут плохо, что нельзя здание вертеть. То есть, они как нарисованы, так и ставятся. Недалеко от добычи дерева надо ставить этот бобер. Тут, в принципе, будет нормально. Хорошо. Недалеко от склада, точнее даже. Ну и у нас еще один билдинг-слот. Что я хотел там? В принципе, пока все. Ничего больше не хотел. Единственное, что можно поставить первую нашу вышку. Первую башенку. Для защиты так. Дефенс. Тауэр. И вот она, Боу Тауэр. Тут уже, видите, надо два кристалла. Два кристалла. Ну, давайте поставим где-то вот около края периметра. Ну, где-то так вот примерно. Будет норм. Так, у нас в билдинг-листе перечислены все здания, которые мы можем построить, которые строятся в настоящий момент. У нас пока что приоритетный на лагерь, чтобы его ремонтировали. Но мы можем, например, побыстрее построить ламбор-шек. Ну, он уже построен почти что. Вот так вот перенести его в начало списка и майнинг-фасилити тоже. Ну, если хотим, например, побыстрее башенку построить, то можно, опять же, башню вперед, вверх перетащить. Но нет никакой необходимости, потому что все равно без вот этого здания, без производства боеприпасов эта башенка будет бесполезна, потому что надо будет ее заряжать. Постоянно. Так, у нас нет рабочих. Давайте-ка мы парочку строителей уберем. Два лесоруба поставим. Для начала хватит. Так, тут еще есть популяйшн. Список наших поселенцев, их уровень, их возраст. Тут еще отображается, кто без дела ослоняется, кто без дома, или еще какие-то проблемы тоже отображаются. Далее менюшка с эффективностью, то есть такие глобальные, знаете, бонусы, которые влияют на производительность труда. То есть у нас пока глобальная скорость плюс один, откуда не знаю. Погода добавляет минус 20% эффективности труда и строительство плюс один процент. Вот так. Ну и такой плейлист. Очень забавная штука, можно другой поставить. Очень, на самом деле, не хватает во многих играх вот такой штучки. Я помню в старенькой игре Transport Tycoon тоже такая штука была. Даже, наверное, можно свои добавлять треки, я не в курсе, на самом деле. Пишите в комментах, если вы в курсе. Так, и у нас сейчас построится добыча камней, да? Надо будет уже рабочих туда назначать. Опять от строителей мы откусим. Рабочих кусок. Видите, уже бревна начали увеличиваться в количестве. Да, и давайте тогда поставим в очередь апгрейд нашего лагеря. Шесть или шесть. Шесть камней, шесть дерева. Тут дороже. Да, давайте лагеря улучшим, чтобы дополнительные билдинг-слоты получить. Старт апгрейд. Так, рабочих поменьше. Раз, два. Так, можно тут назначать, можно тут назначать. в принципе, без разницы. Ну, если будет слишком много камней, например, или слишком много бревен, то мы можем опять же их перераспределять. Все, отлично. Сейчас у нас уже бовер достроится, да? Так, флетчер. Мейнтейн. Да, вот как раз про производство нам говорят. То есть, смотрите, щелкаем мы вот сюда, назначаем рабочих и можно назначить количество ресурсов, которые нужно произвести. Например, постоянно, чтобы 10 штук вот этих вот болты для баллист, чтобы постоянно 10 штук в деревне было. Ну, поначалу можно и поменьше, как бы. Вот так хотя бы. Дальше колчаны и луки. Это уже для поселенцев, чтобы они вооружались, чтобы они не в рукопашную с монстрами дрались. Если те пройдут слишком глубоко в деревню. Пока что 10... Наверное, даже по числу поселенцев пусть будет 16 штук, да? Ну да, примерно так. Просто я боюсь, что мы не успеем болты произвести. В общем, понаблюдаем, как это будет работать. И достраивается у нас башенка. Можно, в принципе, еще одну башенку поставить. Так, Боу Тавер. А у нас нет этого. Нет слотов, к сожалению. Но, тем не менее, мы уже почти что подготовились к ночи. У нас уже вечер. Скоро монстры активизируются. Давайте-ка второй дождесборник тоже починим. Когда появится, опять же, билдинг, слоты. Ну и потом надо будет еще улучшать тогда вот этот анкилари. Так, get sleepy. Спать хочет, да? Па-па-пам, does have home, so he should... Да. Может, короче, вернуться домой и отдохнуть. Домов у нас 16, да? Надо бы еще один буферный дом построить. Вдруг там ребенок родится, либо опять же, кочевники придут. запас жилых мест надо всегда иметь. Так, что мне не хватает? Все мне хватает. Четыре строителя сейчас, видите, не особо быстро будут заниматься стройкой. Можно, в принципе, даже... Так, burning up in heat. Перегрелся. Слишком жарко на улице ему. Пошел домой, да? Ладно. Так, давайте-ка я майнеров уберу. Вот так вот. Чтобы побыстрее это все закончилось. Здесь нам говорят как раз про то, что нужно башенки снабжать болтами или пульками. Ну, разные башенки разным стреляют. Тут еще есть такие катапульты, типа стреляют камнями, но нужно делать шарики из камней. Это, опять же, отдельное здание. Так, bow tower. Окей. У нас ночь скоро придет. нас тут предупредили. Так, смотрите, мы видим уже, что на миникарте появились вот такие вот зоны неприятные очень. Сейчас мы их рассмотрим. Кладбище тут. Ну, пока что их немного, но они будут судя по всему множиться, да? И нападать на нас. Ну, окей. Что у нас там в деревне-то? Сейчас они уже придут, наверное. Да, видите, уже зарядили болтами нашу баллисту. Так, я еще хотел одну построить, да? Да, можно одну еще построить. Скорость поменьше, bow tower можно, в принципе, даже в радиусе базы, чтобы защищать поначалу наши постройки, но я надеюсь, что дальше вот этой вышки они не пройдут. Слушайте, можно тут еще одно построить. Да, давайте так вот в радиусе построим, чтобы защищать, пока не достроилось до конца. Хорошо, что у нас там по лукам-то? Луки делаются, колчаны делаются, все окей. Так, семь луков, двенадцать колчанов и пришла ночь. Вот они уже нападают, видите? Какой-то безголовый зомбак. Ну, баллисты растащат, я думаю, первую ночь мы точно переживем. Я не знаю, до скольки мы сможем дожить вообще на этой сложности. Я вообще далеко-то не проходил. Я вот даже не знаю, что это за древние такие колодцы. Видимо, какую-то энергию можно черпать. Так что, будем изучать игру вместе. Так, давайте тогда починим сборщик дождя и что-нибудь еще для интереса можно построить. Например, вот болит тавр можно поставить. А нет, слушайте, рано, наверное, что-то ставить новое. Давайте-ка мы займемся лучше производством более совершенных ресурсов, таких как доски, тесанные камни. Это все находится где-то то ли в мануфактуринг, то ли в рефанинг, переработка. Да. Так, еще, слушайте, мне нет ведь этого сборщика кристаллов. Давайте-ка построим кристалл Харвести. Можно тут поставить, можно вот тут поставить. В принципе, кристаллов тут больше всего разбросано, так что имеет смысл в этом краю деревни поставить сборщиков. Ну, как-то вот так вот, да? Да, тут нам говорят, что надо делать доски, тесанные камни и крилитиум. Крилитиум это местная криптовалюта. Да не, я угораю, это просто обработанные кристаллы. граненные, так скажем. Так, сайгрия по поводу освещения. Давайте-ка попробуем лайтинг. 12 дерева, 6 дерева, да? Ну, тут поставить, я думаю, что настроение поселенцев тоже как-то зависит от освещения. не думаю, что очень любят прямо по темноте ходить, так что пригодится. Ладно, видите, нет досок, то есть мы не поставим пока это здание до тех пор, пока мы не будем делать доски. Так что я, наверное, зря его поставил сейчас там. Давайте билдинг-слот мы освободим в таком случае. Блин, это долго, это уже долго будет. Ну ладно, фиг с ним. Надо проапгрейдить что-нибудь. Так, 16, 8. А тут у нас 12, 12. В принципе, без разницы, чем мы будем апгрейдить. Вот так вот. Билдинг-лист, анкилари в первую очередь апгрейдить. Все. Так, отмену, отменить отмену можно или нет? Интересно. Непонятно. Так, тут тоже уже зарядили. Ну, нормально, чем. Оброняемся. В принципе, они не особо-то торопятся нападать. Тут один идет. Куда он метит-то? в дом. Ну, да. Видите, как они еще идут-то? То есть, не очень-то в зону баллист попадают. Ну, хотя нет, вот в эту попадают. Нормально, нормально. Пошел опять дождь. Так, билдинг-слот меня освободили, да? Так, мне нужен рефайнинг и ламбармил, чтобы делать доски как раз. Блин, тут не очень удобно. Не рассчитал маленькое расстояние. Вот так вот поставим. Так, в стонкатере, наверное, тут можем поставить в будущем. Но пока нужно дождаться улучшения анкеларии. Ну, и со временем, я надеюсь, будут монстры все серьезнее и серьезнее приходить. Пока видите какие-то простые зомбаки, которые очень легко разбираются. Но если бы мы не построили вот эти вышки, то пришлось бы вручную с ними разбираться, что очень неприятно для наших поселенцев. Они бы получали ранения, пришлось бы строить клинику, докторов, точнее, делать бинты и все такое. Так, а зачем вот они тут бросили, меня интересует фаер... А, это фаерпит это. Так, фаерпит-то еще не построился, да? Давайте вот так вот сделаем, чтобы анкилари в первую очередь, а потом уже фаерпит в приоритете. И можем ускорить чуток. Так, что-нибудь там? Ночь у нас потихонечку кончается, скоро рассвет, или это просто... Это просто дождь кончился и стало чуть светлее ночью, что странно. Ладно. Так, анкилари построился, Хорош. Стоун ка-3. Да, давайте тут поставим нормально. Так, Игорь хотел для обработки, точнее, для сбора кристаллов все-таки запланировать хорвестинг. Класс сюда. Просто мне знаете, что интересно, не будут ли с другой стороны как-то нападать? То есть, у них база там у этой нежики гребаной вот тут. Наверное, с этой стороны только и будут. А с другой-то им зачем нападать? Непонятно. Блин, сейчас уже кончится ночь. Все. Освещение появилось. Здорово. ну и опять нужно что-то улучшать. Так, тут уже видите, 16 тесаных камней нужно. Здесь пока ничего не надо, так что апгрейдим. Фант нюмейт. Так, у нас что? Да, новую пару нашел шерд броун. Они просто ищут себе пару, потом спариваются и появляются дети. Пока, видите, детей у нас по нулям. Ну, что, первую ночь мы пережили, с чем всех и поздравляю. Наступает рассвет. Рассвет мертвецов. И ламбар мил мы достроили, теперь они смогут наконец-таки делать доски и достроят вот эту каменотеснюю, точнее, каменотеснюю сборщику кристаллов. Но опять нужны рабочие, что уменьшает количество строителей. Так, в принципе, все пока адекватно, да? Один добытчик камней, в принципе, камней хватает. У нас очень много дерева. Так, ламбар аджекс мы, наверное, уволим. Настройку одного назначим. Все-таки пока что стройка у нас приоритетное занятие. Ну, и перед следующей ночью я бы еще, наверное, какую-нибудь башенку для теста поставил, например, например, буллеттауэр. Не, сейчас я почитаю, короче, про эти башенки. Так, видите, аттрактауэр, забавная штука. Работает как? Она замечает брошенные ресурсы рядышком и телепортирует их в город обратно. Прикольно, бэништауэр, это типа башня изгнания, маленький радиус, фаринг тавэрс, медленная башенка, которая находит врагов, короче говоря, находит и изгоняет их в рандомную локацию от... в рандомную локацию карты. Да, интересно, короче, просто телепортируют их подальше. Так, баллиста, это понятно, что такое. Тут нужен, наверное, какие-то патроны, да, боуэр тоже нужен. Баллиста болтс, максимум сторож 4. Это, видимо, посерьезнее уже вышка, да? А вот убил слот, ну да, как обычно. Надо ждать. Буллеттауэр, это стреляет камнями, тут нужны уже стоунболс, но чтобы стоунболс производились, нужно построить рок-тамблер. Так, элементал болттауэр, что-то уже магическое, видимо, да? Какая-то магическая вышка, дальше фантомные, дарт дротики, слинг тауэр, шутраунд стоунболс, тоже камнями бросается. Спрей тауэр, это что-то типа разбрызгиватели, нет, тоже камнями, да? Спрей таунс оф тени пелес. Короче, какие-то осколки, видимо, каменные. Спред из осколков каменных. Как вам? Дробина. Тауэр, Вальшвилл, Лоу, Домейшн, Монстр, Рэндж. Больше энергии потребляет. Так, остриеет энергии, это уже энергетическая вышка. В общем, забавно, куча тут разных вышек, куча способов защититься. Ну, а мы ждем, пока у нас улучшится лагерь в очередной раз. Тут даже есть, смотрите, здание, чтобы строить дороги. Я вот подумываю, может его и поставить, чтобы какие-то элементарные тропинки они проложили и уже курсировали нормально. Побыстрее. Так, тут еще есть такая вещь, как станция курьеров, то есть, чтобы перетаскивать ресурсы, но перетаскивать ресурсы будут големы. Судя по описанию, 200 энергии может хранить. Ну, это, наверное, рановато еще ставить. Да, конечно, есть, что поизучать. Стоун катаре еще не построилось. Давайте-ка ускорим чуток. И надо сейчас каменотесов назначать. Давайте-ка одного ватермастера уберем, каменотеса назначим. Давно не заглядывал в проблемы. Ферсти, это что такое, я не знаю. Билдингс адамейдж. Ну да, поврежденные здания уже появились. Ремонтников тоже можно отдельно назначить, но вообще строители должны пока что этим заниматься. Ремонтом зданий там. Так, нет досок опять. Что у нас с досками-то? Все плохо. В принципе, можно опять же ламборджека вообще уволить. Как бы. У нас один человек сейчас, да? Но, наверное, не стоит. Органайзеров пока не буду. Так, побольше тогда пилищиков. У нас уже двое, что ли, были. Но что-то они не справляются там. Да, тут ведь надо тоже назначать количество поддерживаемых камней. Вместо сколько камней должно быть единовременно на складе. Пока что 20 назначим, потому что у нас текущие цены это 16 как стоунс для апгрейда. Ну, потом посмотрим. Вообще, можно сделать бесконечное производство, но надо ли? Так, а что у нас доски? А, досок-то нет, потому что у меня не назначено, все понял. Я-то думаю, что-то фигня. Все стало понятно внезапно. А, это Евангелари что-ли назначил органайзеров? Блин, все, уже перепутал. Все уже перепутал, значит, пора заканчивать в принципе наш обзорный эпизод. Ну, че ж, вот такая игра, в принципе, думаю, стало понятно, что она из себя представляет. Пишите в комментах, будем ли мы ее проходить, интересно ли она вам. Ну, а с вами был Антик, всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok